Сергей, приветствую тебя. Ну что, 20 июля важный бой в твоей карьере. Ну, для начала расскажи, как дела вообще сейчас? С каким настроением подходишь к поединку, к подготовке? Вообще все, можно сказать, неплохо, если учитывать тот фактор, что бои проходят не с такой интенсивностью, как бы хотелось. И отбоксировав в сентябре прошлого года, мы были готовы уже выйти и в ноябре, и в декабре, и в январе, и в феврале, и в марте, и в апреле. Вот так все это длилось, и вот до июля все это дотянулось. Ну, в первую очередь, связано это с тем, что есть ограничения насчет меня, то, что мне не дали визу американца, мне не выехать боксировать, да, там. Вот это один из факторов. А второй, ну, вот эта политическая вся подоплека, которая обрушилась на спортсменов, на профессиональных спортсменов. Ну, я думаю, что политика политикой разберутся. Наше дело тренироваться, быть готовым к шансу, тот, который выпадет. Ну, вот у меня на следующей неделе бой, как многие говорят, с темной лошадкой. Вот, но этих темных лошадок было за мою карьеру, если вы вспомните, я не так, не так давно, так сказать, не так, вот, поэтому в этом виде спорта уже давно и готов ко всему. Вот, поэтому для меня не будет какие-то сюрпризы. Это я, скорее всего, я, наверное, должен какие-то сюрпризы преподносить для нашей публики. Ну, про подготовку поподробнее можешь рассказать, как прошло? Ну, подробно. Были ли какие-то проблемы, может быть, во время подготовки или ни с чем не столкнулось? На самом деле не было, она менялась за это время, просто три боя сорвалось. Был бой весной, потом летом в июне должен быть в Арабских Эмиратах, потому что отменили главный бой, и все шоу слетело, и вот дошли до июля. Вот, и считая с сентября до июля я постоянно в тренировочном процессе был, тренировался, готовился, ждал своего шанса, часа, и вот этот час настиг, так сказать. Все отлично, полностью ездили перед весной на сборы, на Иссыкуле были, там заложили общую физическую подготовку, функционалку, вот, и уже здесь непосредственно в Санкт-Петербурге я выходил на финишную прямую. Здесь проводил спарринги, тренировочный кэмп был здесь, были спарринг-партнеры, ребята хорошие, вот, поэтому все отлично. По сопернику хотел так немножко поговорить, ты уже назвал его темной лошадкой, такой определенный, вот, у него рекорд, ну, будем откровенно, наверное, не какой-то там удивительный, да, в мире профессионального бокса, 8-5, по-моему, я посмотрел у него по профессионалам, но при этом, вот, что можешь сказать по его навыкам, я думаю, ты посмотрел уже какие-то его бои, то есть, действительно, этот рекорд отражает, что это там середняк, или все-таки у него действительно есть навыки хорошего боксера? На сегодняшний момент тот бой, который нам предложили, мы не выбирали соперников, и сейчас нету такого, чтобы там, как в начале своей профессиональной карьеры, можно там выбрать с этим боксирование, с этим, у нас задача стать чемпионом мира, поэтому мы не ищем легких путей, последние там, вот эти три бои, которых я здесь проводил в России, я считаю, что они были, как минимум, не фейковые, вот, все ребята приезжали подготовленные, вот, что там и бразилец, потом нигериец, потом еще один там африканец, вот, и на сегодняшний момент мексиканцы, мексиканцы, мы знаем, это мека профессионального спорта, потому что они там, ну, любительским боксом не занимают, сразу профессионалы, его рекорд, ну, рекорд, я на рекорд вообще не смотрю, может выйти человек и 1-0, да, там, и из-под жопы ударить, и все, поэтому тут нельзя недооценивать, переоценивать, просто нужно уже выходить и делать свою работу, ту, которую все ждут. От него вот что можно ждать, вот, учитывая, что он мексиканец, обычно они... Ну, ударить может, ударить может, есть там, да, люди за 100 килограмм, они всегда бьют, вот, и неважно, там, корявый, не корявый, но можно какой-нибудь спящий удар пропустить, и все, и на этом все закончится. Каких-то определенных моментов я, конечно, не ожидаю, но готов ко всему, вот, а так, в принципе, все по плану, ту установку, которую мы нарабатывали, там, план А, Б, все, в общем, полный комплект. Так, выйду с полным комплектом навыков на этот бой. Ты говорил, да, что цель стать чемпионом мира, ты выступал в рамках WBC, и вот, как мы знаем, они же прекратили сейчас, грубо говоря, сотрудничество с российскими боксерами, то есть вычеркнули из рейтингов, там, вот, с Алексеем Бабиным такая же там ситуация произошла. А есть ли сейчас какие-то варианты попробовать перейти, там, в WBA, которые допускают россиян? Ну, у нас идет, конечно, нет, почему, и по WBA же я тоже был выбор интерпененталь, вот, в силу того, что я этот пояс уступил, вот, и вылетел из рейтинга, но в силу, опять же, ограничений, наложенных на российских и белорусских спортсменов, все это как-то, ну, отодвинулся, я на это не смотрю, я смотрю на то, чтобы рейтинг рейтингом, понятно, но шанс такой, может, у кого-то бой слететь, и можно на замену выйти, вот, как, допустим, вариант Джошуа Энди Руйс, вот такой, когда Миллер слетел из-за допинга, и в итоге вышел Руйс и навел фурор, вот, вот, ждем типа такого же момента. Ну, то есть, пока что, как я понимаю, у тебя бои просто для того, чтобы не простаивать, то есть, нужно поддерживать форму, и там... Ну, на сегодняшний момент, конечно, это же не очень, как бы, для боксера просто тренироваться, и ничего, ну, как бы, я не просто тренируюсь, там, помогаю кому-то готовиться, спарринги провожу, но все-таки нужно, и в этом спорте я не просто для рейтингов, да, для того, чтобы, ну, как минимум, я имею в виду это для того, чтобы жить, существовать, и добиваться поставленной цели, мотивации стать чемпионом мира. Я в этот вид спорта пришел для того, чтобы закрепить все свои труды, все свои достижения вот этим титулом, которого не хватает. А вот если отодвинуться от титула, интересные какие-то вот медийные бои, там, в рамках российских промоушенов, вот сейчас правда, например, правда боксинг, то есть вот такая... Ну, на самом деле, ну, это не мой уровень, это не мой уровень в плане того, что, ну, не могу я столько грязи говорить, там, толкаться, все-таки я из другого вида спорта, можно сказать, и не хочу недооценивать тех людей, которые этим занимаются, они нашли свою нишу, пускай занимаются, я в профессиональном боксе, я активен, кто готов со мной, я готов тоже. А вот хотел поговорить на тему даже не поп ММА, вот просто ММА, когда именно бойцы, профессиональные бойцы ММА переходят в бокс там и проводят бои. Вот, например, на последнем турнире, на одном из последних турниров RCC Boxing, там в главном бою был Исмаилов Штырков, при том, что в андеркарде там было много крутых имен именно профессиональных боксеров. Есть ли в этом что-то обидное для тебя, как для профбоксера? Ну, я бы одно констрактировал, да, вот эту всю медийность, все вот эти шоу, пускай они занимаются, им никто этим не запрещает, да, но не надо переплетать искусство с какой-то вот просто уличной дракой, да, я так скажу, это хардкор, кулачные бои, это уличные драки, это вот как псы, вот есть, я имею в виду собаки, дерутся бойцовые на улице, я это проходил, я это знаю, что это такое, и дрался на улице, и я хотел туда окунуться, в эту же историю, но только, ну, с кем я общался, они, ну, не знаю, не дали должного мне ответа, да, там, условий тех, на которых бы я смог бы двигаться, да, там, за 30 тысяч, даже за 300 тысяч рублей я не буду выходить и ломать человеку лицо, да, там, и себе лицо, там, и руки, я знаю цену себе и цену этому искусству, вот, поэтому это не мое, но как сложится в дальнейшем, я не знаю, может, кто-то и выскочит против меня, я тоже, может, соглашусь, но только по правилам бокса. Ну, то есть, кулачка неинтересна, я тут сразу... Ну, конечно, неинтересно, не тот уровень, не те деньги, которые они предлагали, я не знаю, сколько, ну, пускай они мне 20 миллионов заплатят, рублей, именно рублей, чтобы я мог свое здоровье потом восстановить, потому что они же хотят шоу, а не так поглаживание, там, как пощечина выйти, я буду выходить, я буду выходить только за победы и за тем, чтобы выиграть, вот, ну, и вы сами понимаете, кулаки у профессиональных спортсменов, это как оружие убийства, вот, поэтому я считаю, что на сегодняшний момент это просто, ну, можно сказать, многие люди, кто выходят, они подвергают своей жизни к риску, вот, что могут просто, ну, искалечить себе судьбу, вот так, можно сказать, поэтому не стоит свеч, это игра, я в боксе, в профессиональном, был в любительском, сейчас в профессиональном, и меня все устраивает, и, я не знаю, не знаю, насколько, я готов хоть сегодня выскочить и подраться, там, не знаю, не нашел, просто вот, придите ко мне, и на улице можем подраться, если у кого желание такое есть, но смысл должен быть всему, да, там, одно дело, когда мы просто доказываем друг другу, кто круче, а другое дело, когда ты понимаешь все искусство и интеллектуальность этого вида спорта, а не для того, чтобы изувечить человека, обхитрить, обмануть, ну, в общем, сделать дурака, вот, в принципе, такая стратегия. Вот ты сказал про уровень кулачных бойцов, вот, ну, там есть, да, пару имен, которые действительно там были успешными, там, в других видах спорта, вот, там, Влад Туйнов, например, там, чемпион мира по кикбоксингу, там, в топ-доге, Павел Шелест выступает, вот, я хотел назвать одно имя из хардкора, это Саслан Асбаров, он выступает сейчас по правилам бокса, тоже на хардкор-боксинг, и вот, хотел твое мнение по поводу этого спортсмена услышать, потому что... Ну, Саслан, я знаю. У него прям уровень, потому что многие говорят, что хардкор его просто продвигает, то есть, а на самом деле, там, у Саслана нет такого уровня, вот, я, если ты с ним знаком, там, вот, я хотел бы услышать мнение профессионального боксера, хорошего профессионального боксера, там, чемпиона мира, который скажет, что Саслан – это хороший уровень. Ну, Саслана, я скажу, хорошего обученного уровня, он боец, я его знаю со сборной, когда мы были в сборной, сборная Дагестана приезжала на сборы в Кисловодск, они приезжали, больших, конечно, высот он не добился, он, по-моему, мастер спорта по боксу, вот, и у него неплохо получалось, но, вот, видите, в боксе не пошло, пошло, вот, на кулачки, да, там, нашел он свою жилу, и я считаю, что это нормально, каждый человек вправе найти себе то дело, чем ему интересно заниматься. Ну, я так понимаю, что его сейчас продвигает Лига Хардкор в титульные бои, и хотят, чтобы он постарался стать чемпионом мира по профессионалам, именно по боксу, на твой взгляд, возможно? Ну, если по Лиге Хардкора, да, пожалуйста. Нет, а вообще там вот WBA, WBC, то есть куда-то на такие пояса. Да, кто об этом говорит, кто об этом говорит? По-моему, Хардкор Лига Менеджера. Силуэмов, это ты, Толя. Он может, что хочет говорить, это Толя. Просто мы видим на деле все, да, конечно, он хочет и на Гану, чтобы там Асбарова, но это смешно, конечно, это уровень другой. Я не принижаю навыки Асбарова, да, но вы сами поймите, человек 90 килограмм, и против него машина 120 выйдет, которая просто плюхнется на него, и все. Да, он живчик, он там это дышит, но это не тот уровень, поймите, вот. И сравнивать нашу индустрию, да, там вот этих кулачек, да, там есть достойные парни, которые бьются, но это же опять, это все временно. Вы задайте другой вопрос, сколько они лечатся после таких травм? Да, конечно. По два, по три, по четыре месяца, ну это, блядь, это смешно. Тут наоборот, вот я про себя говорю, что профессиональный бокс, да, там очень важно, чтобы после каждого поединка выйти, минимизировать себе увечь, то есть не получить, не травмироваться, и чтобы как можно быстрее восстановиться и дальше пойти, ну, я имею в виду, перейти к следующему поединку, а тут получается все, весь трэш этот на один бой идет, они грязью друг друга поливают, полгода там, какие-то бои непонятные проводят, а потом раз сводят их, и все, и на этом все, что ли, ну, я не знаю, да и какого-то уровня населения это интересно, мне вот это вообще не интересно, я даже не смотрю это, ну, так, чисто, если там короткие ролики, пятисекундные, где нокаут, там, чисто раз попал, там, по бороде кому-то там, люди вот так, ну, падают, но интересно, конечно, это, но я понимаю это все, что это не есть хорошо. А вот травмы кулаков, например, насколько долго, потому что я разговаривал с некоторыми кулачниками, они говорят, вот, например, уже отжиматься на кулаках они не могут, то есть кулаки уже раздыхают. О каких других боях можно вообще говорить, я имею в дальнейшем, когда человек, выйдя там на один-два боя, получил какие-то травмы, да, там, и в результате этого он там лечится, так и нужно еще потом и восстановиться, реабилитироваться, то есть одно дело получить увечья, а как у него оно заживет, будет ли оно его потом в дальнейшем тревожить, не тревожить, там, сможет он бить этой рукой, не сможет. Вот они все эти руки разбиты, и они не один месяц лечатся, вот, тут и зубы были, вот, разные. И ломались, и причем здесь много мелких костей, которые просто, ну, знаете, могут нечаянно, там, раз, и это все может стянуться на годах, годами. Люди есть, там, с хроническими заболеваниями, там, у меня товарищи, да, там, кто еще в любителе получили травму кисти, и там вот такие бугры у них уже, кулаки все разломаны, он говорит, ну вот, а врач им говорит, а это хроническое, уже оперировать, а как там оно срастется, это уже другой вопрос, то есть, тут опять же, знаете, сторона двух медалей, один, одна медийность, да, там, все, ух, какие они красавцы, все как грязью друг друга, там, ну, и не только грязью, или там, как там, друг на друга заезжают, там, что-то пишут, а вторая медаль, как они восстанавливаются, пусть они снимут лучше видео после боев, как они восстанавливаются, как они ходят, вот эти опухшие все разбитые, с кулаками перемотанные, на них жалко смотреть, реально, человек должен после боя выходить, чтобы на нем минимум было рассечений синяков и всяких разных травм, вот, тем и заключается вот это искусство бокса, и искусство, бокс это не просто драка, да, там, это искусство защиты, вот, мы здесь для того, чтобы защищаться и наносить в ответ, вот, вот здесь это самое важное. Как можно, как можно дольше, я бы сказал, вот, еще сегодня, как можно дольше сохранить свое здоровье, потому что, ну, это не только, там, 3, 4, 5, 10 лет, да, вот, этот хардкор прошел, а потом люди чем будут заниматься? В инвалидной коляске кататься, там, их с ложечки кормить, это тоже нужно думать об этом. Понятно, все молодые, горячие хотят, я тоже, может, это бы в 18-20 лет бы с головой бы туда окунулся бы и все, а мне 36 лет, я уже поумнел и знаю цену себя. Вот, как-то вот так. Хотел вот поговорить, как раз ты упомянул уже имя Фрэнсиса Нгана сегодня, вот, недавно, буквально на днях официально анонсировали его поединок против Тайсона Фьюри, который состоится по правилам профессионального бокса, вот, как можно это прокомментировать, то есть, многие там сейчас тоже говорят, это цирк, на самом деле, как это выглядит? Цирк не цирк, а вот, смотрите, буду я констатировать факты, да, я особо за UFC не смотрю, но этот поединок с Фьюри дал многое Нагану, да, он отказался от выступления в этой лиге UFC, потому что там такие, можно сказать, как сказать, меркантильные люди, да, там, которые платят мало, требуют много, и у нас также в этих, в хардкорах, да, там, нашли там вот, вот Исмаилов, Штырков, а что у нас больше пацанов нету, что ли, никаких интересных, или что? Ну, они медийные, я говорю, и что медийные? А мастерство заключается в медийности, что ли, или что, я вот не пойму. И вот вопрос, в чем, я имею в виду, про Нагана касаемо, что он ушел из этой лиги, он потребовал, говорит, я хочу нормальное условие, чтобы всем бойцам, которые выступают по той или иной лиге, делали страховку, и эта страховка покрывала весь ущерб, вот я бы тоже вот этот пункт бы включил в наши, вот это хардкор, потом еще куда-то, чтобы это не твоя страховка была, где ты там за 500 рублей, за 1000 рублей пошел ее купил и показал там на медицинской комиссии, что вот я застрахован, а чтобы эта страховка выплачивала все вот эти травмоопасные последствия, которые возникают во время, и он добился все теперь, я забыл там, с каким промоушеном он подписался, но они, но не важно, они миллион покрывают сразу миллион долларов покрывают расходы на лечение, вот это круто, вот этот человек реально добился, а вот это то, что нам показывают, ну, блять, это ума-то много, не надо потолкаться, там, покричать друг на друга, дурку погонять, это, ну, не от большого ума, если бы это люди, те, которые вот этим занимаются, и которые там рядом с этим шефом, там, который там заправляет все это истории, да, сказали бы, слушай, давай сделаем нормально, пацаны и так увечья получают, где они лечатся потом, в этих поликлиниках ходят там какие-то, да, сделайте нормальную страховку для бойцов, пускай они выступают, потом сразу их на реабилитацию, там, чтобы их подлечили, тогда это нормально, и деньги, чтобы соответствующие платили, а не то, что там раз, ну, понятно, там, можно это разделить на несколько уровней, да, там, одни, там, первый уровень, второго, третьего бойца, и вот высшего эшелона все-таки я считаю, что должны больше получать у нас в стране, и вот эти все флик-бои, которые проводятся у нас сейчас, они просто профессиональным бойцам, в том числе и мне, меня не обижают, но сбивают кассу, то есть, ну, я вот на сегодняшний момент заявляю, что такие промоушены, как вот эти поп ММА, там, какие-то еще проводят, там, вот, ну, с Дациком, с Емельяненко, там, еще, ну, это бред, бред сивой кобылы, которая, вот мне даже тошно смотреть на человека, ну, просто на это шоу вообще, потому что оно фриковое, и непонятно, ну, там играет уже тотализатор ставки. Так все-таки, вернувшись к бою Нгану Фьюри, есть ли вообще хоть какие-то призрачные даже шансы у Нгану? Ну, конечно, есть, он такая же колотушка, здоровый, может и бахнуть, как вот у Уайлдер, тоже в свое время попадал же, попадал, и у него есть тоже это, потому что, ну, профессиональный спорт и бокс, тем более в супертяжелом весе, там, все, один удар может решить, но это классный бой, это популяризация, именно единоборство, что с одной лиги такой спортсмен вышел, там, я имею в виду, не под флагом UFC, да, там, отдельные уже организации, и уже они договорились, и в итоге вот посмотрим, что получится из этого. Вообще интересно, вот такие бои, а не то, что вот там придумывают, вот он был борец, 15 лет, боролся, боролся, а сейчас он по боксу захотел. Ну, давайте вот так же я скажу вам, вот я 26 лет боксом занимаюсь, я сейчас, вот мне предложат в поп ММА подраться, но пойду я там заниматься этим борьбой, там, потяну борьбу чуть-чуть, но все равно это не то, это не то, что нужно, когда человек занимается этим всю жизнь своей. Вот, то есть нужно чем-то одним заниматься, либо борьбой, либо боксом, а вот это все остальное у них ни в борьбе, ни в боксе не получились, они ММА-шеньки получились, вот так, наверное, вот так мы рассуждаем, профессиональные спортсмены. Никого не обижаю, но констатирую факт. Давай вернемся, наверное, к твоему уже настоящему, к твоей карьере. У тебя тренер, один из самых известных специалистов в России, Геннадий Машьянов, вот можешь рассказать о нем вообще, какой это специалист, и что в нем особенного, то есть, что он дает спортсменам такого, что не дают другие? Почему у него такие? Ну, Геннадий Юрьевич Машьянов, это человек уникальный, компьютер, да, там, главный отдел, который отвечает за все действия, которые уже непосредственно мы выполняем в ринге. Этот человек подготовил много чемпионов, Олимпиаду не выигрывали у него никто, но в Сеуле вот Артемьев братья, Ружников, Яковлев, ну, то есть, много плеяда советских боксеров, потом с ними он переехал в Штаты, оттуда подчеркнул опыта. Это бесценно. В жизни получить такой опыт, как у него, это, наверное, подарок жизни, можно так сказать. Вот, и я очень счастлив, что наши пути с ним пересеклись, и то, что он преподает нам, показывает, иногда лекции читает, мы все это впитываем и принимаем как полезную информацию, то есть нету там чего-то ненужного, все нужно. Вот, и на сегодняшний момент я могу сказать, что даже пять минут пообщавшись с Геннадий Юрьевичем, можно всегда извлечь какую-то пользу из его беседы. Поэтому это уникальный человек, и не зря он сейчас на весь мир известен, и то, что Дмитрий Бивол побил Канелло, там, стал чемпионом мира, это вообще тоже бесценно, Дмитрий заслужил этого. Вот, Геннадий Юрьевич тоже, наконец-таки, обрел вот эту всемирную славу, да, которую все там вроде бы принижали, но он реально очень крутой тренер, крутой человек, и вот все, что можно сказать про него. Ну да, я, наверное, с тобой соглашусь, что его имя так на весь мир загремело сразу после того, как Бивол побил Канелло, потому что для всех это удивило, и все стали сразу интересоваться, кто тренер у Димы. И вот как раз про Диму хотел спросить, я знаю, что ты с ним хорошо общаешься, и вообще узнал, что вы, как с родственниками такие с ним, вы кумовья, как я понял. Ну да, так, есть он моего сына, крестный отец, в том году его, ну, мы уже столько лет с ним вместе, поэтому мы как братья, можно сказать. И неважно, что порой иногда они вместе, но мы всегда на связи, и у нас нормальные отношения с ним. Вот. Он тренируется, готовится, ждет тоже вызовов, вот, поэтому он сейчас в зале, готов, готов к новым вызовам. Его называют феноменальным боксером, вот ты как человек, который часто с ним пересекается, часто общается, в принципе, постоянно с ним в контакте, можешь объяснить, в чем заключается его феноменальность, то есть вот в чем именно? Его феноменальность заключается в исполнении того или иного момента, что от него требует тренер. И уникальность его в передвижении, то есть у него отличные ноги, чувство его тайминга, чувство дистанции, вот это все навыки, которые, можно сказать, врожденные уже были в нем, ему нужно было только развивать. И вот цепочки вместе с Геннадием Юрьевичем, со мной, мы пришли к такому успеху вместе, это наше, я не считаю, что он один двигался, мы вместе двигались, это наша общая победа, всех, кто помогал. Вот поэтому вот уникальность в том, что несколько набор качеств у него, которые были врожденные, которые он смог раскрыть, то есть передвижение тайминга. Мы увидели все это с Канеллы, когда он боксировал, когда он на ногах его растягивал, да, там вроде Канелла меньше весом, должен был чуть-чуть поживее быть, уходить туда-сюда, а в итоге Дмитрий его контролировал каждое движение. Много говорят о его потенциальном поединке против Артура Бетербиева, тебе было бы интересно этот бой? Безусловно, конечно, интересен, потому что это титул абсолютного чемпиона мира, это, наверное, на сегодняшний момент, что у одного, что у второго не хватает в его достижениях, чтобы закрепиться в профессиональном мировом боксе, чтобы, ну, можно сказать, в зал славы, наверное, включили их. Вот, поэтому я думаю, что в первую очередь для нас, для российских болельщиков, это очень значимый поединок, конечно, не хотелось бы, чтобы они вместе, да, я знаю Артура, знаю Дмитрия, поэтому, но пускай победит сильнейший, потому что на этом бою будет стоять титул абсолютного чемпиона мира, и тогда кто будет сильнейший, кто будет готов к этому, тот и заберет обоим удачи. Сейчас у Дмитрия Бивола, скорее всего, как я понимаю, будет бой против Энтони Ярда, его команда, и он сам, я так понял, об этом уже говорят, что ведутся переговоры, что, возможно, следующим соперником британец станет, который вот как раз с Артуром Бетербиевым и провел свой последний поединок. На твой взгляд, это конкурентный бой? То есть может ли британец сдать жесткий бой Диме, или это будет в одну калитку? Конечно, это будет конкурентный бой на таком уровне. Каждый соперник, неважно он там, из десятки или сотки, ему проще даже, грубо говоря, все поставить на кон для того, чтобы реализовать свою мечту и стать чемпионом мира, поэтому это будет непростой бой, и нужно соответствующую подготовку проходить. Ярд крепкий такой, не сказать, что у него много навыков, но он терпеливый, крепкий и старается тоже шваркнуть может, поэтому это будет непростой бой. Да и простых, они сейчас и не нужны простые, ты в простых боях теряешь навыки, поэтому нужно, наоборот, быть более сосредоточенным, собранным и готовым. Бетербиеву предстоит поединок против Смита, там вообще, как я понимаю, достаточно будет жесткая такая заруба. Попасть, а жестко попасть. Ну, Канелл же его срубил же там. Ты считаешь Артура здесь фаворитом или нет? Конечно, Артур фаворит, безусловно, потому что, ну, Артур очень дисциплинированный боксер, жесткий, вот, бьет много ударов для своего веса, отличный, да, там, правда, средняя ближняя дистанция старается работать на дальней, ну, проскакивает, да, дальнюю дистанцию там, потому что может, ну, не знаю, это, наверное, вопрос к нему, но у него самые такая средняя ближняя дистанция, где он себя чувствует комфортно. Я думаю, что победа будет за Артуром. Хотел вот поговорить просто насчет тяжелого веса, последний вопрос. Какой вот бой мечты сейчас в тяжелом весе ты бы хотел увидеть? Вот там сейчас много топов, Тайсон Фьюри, Донте Валдер, Джошуа, там, Энди Рун. Я бы хотел Кузьмин Джошуа увидеть, Кузьмин Уайт, там, я не знаю, вот это бы я бы хотел бы увидеть, чтобы я потом после этого боя сел, так раз посмотрел, да, неужели когда-то у меня уже раз представлялась возможность боксировать в шоу по ветке Джошуа с Прайсом. Я скажу, классные, британцы классные проводят, не хуже американцев. Ну, у них атмосфера большая, да, там у них любят спорт, бокс. И вот я думаю, наверное, Кузьмин Джошуа, Кузьмин Уайлдер, Кузьмин Уайт, Кузьмин Руис, вот такие бы бои, я бы, наверное, думал, были бы интереснее, нежели там попа ММА. А с кем, если не секрет, вот самый интересный из этих перечисленных? Ну, учитывать то, что я с Джошуа на любительском ринге встречался и там два удара проиграл, я бы вот первый бы с ним выбрал бой. Следующий бой выбрал, наверное, может с Уайлдером бы или с Уайтом, если было бы так, ну, все здорово. Я готов. Тут главное быть психологически готовым, а остальное все будет. Субтитры сделал DimaTorzok